Всем привет, вы на канале Девайс. Компьютерное железо продолжает дорожать, причем это касается не только видеокарт, но и всего рынка в целом. Единственным способом собрать компьютер за хоть немного адекватные по современным меркам деньги, остается постоянный мониторинг магазинов и вырывание товаров по скидкам. Благо приближается черная пятница, и практически все магазины будут стараться предложить наилучшие цены. Поэтому сегодня я решил собрать для вас систему на Intel и AMD в бюджете до 120 тысяч рублей. Этого хватит, чтобы даже сегодня собрать очень мощный компьютер, который для работы сойдет и любые игрушки потянет на ультра-настройках в разрешении 1440 пикселей. В конце я продемонстрирую тесты, которые докажут это, так что смотрите ролик целиком. А пока ставьте лайки, подписывайтесь и прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пишите в комментариях, как вы считаете, начнут ли в скором времени цены возвращаться на свои законные места или же ждать смысла нет и станет только хуже. Будет интересно узнать ваше мнение. В описании под роликом вы сможете найти все представленные в сборке железяки. Приятного просмотра! Начнем со связки материнка-процессор от AMD. Базироваться эта сборка будет на Asus TUF B450M Pro Gaming. Это бюджетная, но весьма добротная материнка как за свои деньги, так и в целом. Она имеет неплохую подсистему питания с радиаторами и весьма нестыдный внешний вид. К слову, все устройства линейки TUF от Asus выполнены в едином стиле, что понравится поклонникам серии. Что касается технического оснащения, то здесь есть сразу 4 слота под ОЗУ с максимальным поддерживаемым объемом 128 ГБ. Сразу два слота под скоростные M.2 накопители позволят не выбирать между тем, что установить на медленный SATA SSD, а что на быстрый NVMe. Двух M.2 твердотельников хватит под любые нужды. Также стоит отметить наличие сразу двух слотов PCI-Express X16. Оба имеют в основе металлический каркас, что позволяет без страха поломки устанавливать в систему даже самую массивную видеокарту. На плате предусмотрены защиты от короткого замыкания и от скачков напряжения, что дает дополнительную гарантию сохранности на случай, если блок питания не сработает вовремя. У нас, к слову, есть канал в Telegram, там мы регулярно выкладываем сборки, топы гаджетов и железок, а также интересные новости из мира технологий. Подписывайтесь, ссылочка в описании. Новое поколение Ryzen от AMD получилось не таким привлекательным с точки зрения цены, как это было раньше. Но сегодня и старые процессоры на Zen ощутимо подорожали, что делает свежее поколение более привлекательным. Ryzen 5 5600X – это весьма мощный и универсальный процессор. Он отлично справляется не только с любыми современными играми, но и в рабочих задачах показывает себя отлично. При этом базовый TDP остается в весьма адекватных рамках 65 Вт. Если вдруг в будущем мощности CPU станет маловато, то его можно подразогнать. Платы на Intel заметно дороже, чем одноклассники на AMD. Тем не менее, для осенней сборки удалось уместить в бюджет куда более интересную материнку на топовом, хоть и не самом свежем чипсете Z490. Да, это один из самых простых представителей этого чипсета, но он один из лучших за свои деньги. Плата отлично подойдет для разгона Core i5 или даже Core i7, благодаря мощной системе питания с двумя массивными радиаторами. Для питания предусмотрен уже не обычный 8-пиновый разъем, а 8 плюс 4 пин. Также в комплекте есть радиаторы для накопителей формата М2, которых здесь можно установить сразу два. Слотов PCI-Express X16 тоже два. Один из них выполнен из металла, защита от статического электричества. Встроенная сетевая карта на 2,5 гигабита поможет получить максимально быстрое соединение с сетью, будь то интернет или домашняя локалка. Для ОЗУ есть также четыре разъема, а максимальная скорость оперативки может достигать аж 4800 МГц. Именно за счет разницы в стоимости процессоров удалось взять для Intel плату получше, при том, что они в принципе дороже, чем для AMD. i5-10600KF по производительности хоть и немного отстает от 5600X, но во-первых отставание незначительное во многих проектах, а во-вторых оно с лихвой компенсируется возможностью разгона на более продвинутой материнской плате. Процессор этот хоть и не самый свежий, а на рынке уже по чуть-чуть появляется 12-е поколение камней от Intel, однако производительности этого камушка до сих пор хватает для всех современных игр на ультра-настройках. И пускай в рабочих задачах он даже с разгоном будет отставать от 5600X, поработать на нем все же можно. Главное не забывать про весьма приличный TDP в размере 125 Вт, который может значительно расшириться после разгона. Если для охлаждения красного чипа будет достаточно практически любого куска алюминия с вентилятором, то вот с Intel такой фокус уже не пройдет. Максимум, что мне удалось уместить в сегодняшний бюджет без ущерба остальным комплектующим, это башня от PC Cooler с четырьмя тепловыми трубками и четырехпиновым коннектором вентилятора. Заявленной рассеиваемой мощности в 145 Вт хватит, в общем-то, даже для i5-10600KF, но только в стоке или при минимальном разгоне. Для покорения более существенных вершин придется заменить охлаждение. Ryzen 5 5600X же отлично себя будет чувствовать с таким кулером при любом раскладе. 16 ГБ ОЗУ – идеальный вариант для игр на сегодня. Я взял сюда две плашки по 8 ГБ, работающие на частоте 2400 МГц из коробки. И если процессоры от Intel не так чувствительны к скорости оперативки, то вот для AMD этого катастрофически мало. Благо эти модули спокойно берут 3000 МГц, да и обе материнские платы позволят без проблем разогнать память. В будущем же можно увеличить объем в два раза без замены имеющихся плашек за счет наличия еще двух свободных разъемов. Без SSD-накопителя в современной сборке совсем никак. Медленный жесткий диск способен любую, даже самую мощную систему превратить в тыкву. Поэтому я взял сюда хоть и бюджетный, но шустрый M.2 твердотельник на 500 ГБ. Такого размера вполне хватит для операционной системы, набора необходимых программ и нескольких тяжелых игр. Устройство работает на PCI-Express 3.0 X4, хотя и не использует полностью потенциал интерфейса. Относительно топовых моделей, этот SSD выдает скромные 2100 МБ на чтение и 1100 МБ на запись. Тем не менее, это все еще в 3-4 раза больше, чем SATA решения и в десятки раз быстрее обычных HDD. Главным компонентом этой сборки стала RTX 3060 Ti. Несмотря на то, что позиционируется она как решение среднего уровня в линейке, ее производительности без проблем хватает, чтобы запускать любые проекты в Quad HD разрешении при ультра настройках графики. А благодаря поддержке DLSS, карта даже в 4К справляется на ура. Блок питания нужен с поддержкой питания процессора в формате 8 плюс 4 пин для оплаты на Z490. При этом необходимо уместиться в бюджет и взять не совсем уж простое китайское решение. По всем этим критериям отлично подходит Asus Tube Gaming 650B на 650 Вт. По линии 12 Вольт этот блок выдает 612 Вт, чего с запасом хватит для обеих сегодняшних сборок, даже с хорошим разгоном. Сертификат 80 Plus Bronze убеждает в качестве и надежности устройства, а гарантия аж в 6 лет только подтверждает это. Все кабели в плотной тканевой оплетке и не испортят внешний вид системы. Корпус, как и в большинстве сборок, я взял весьма бюджетный, чтобы отложить побольше денег на другие компоненты. Но все же это не простая коробка из фольги, а весьма добротный кейс от Zalman. Главная его особенность – это сразу 4 комплектные вертушки по 120 мм, что в таком ценовом сегменте встречается крайне редко. Внутри здесь весьма просторно, платы вплоть до ATX формата влезут без проблем. Под видеокарту есть аж 360 мм места, то есть влезет любой адаптер. Под накопители имеются 5 посадочных мест, в том числе 2 под жесткие диски 3,5 дюйма. Да и просто собирать систему в таком корпусе будет удобно за счет кучи свободного пространства. А теперь посмотрим, на что эта система способна в играх. Как я уже говорил выше, для RTX 3060 Ti идеально подходит разрешение Quad HD. В нем она без проблем справляется со всеми проектами на ультра настройках. Разве что в печально известном Cyberpunk 2077 немного не хватает до 60 кадров. Впрочем, если включить DLSS, то FPS можно значительно увеличить и даже подняться до 4К разрешения. В нем карта также показывает себя неплохо и многие проекты идут с приятным фреймрейтом даже без DLSS. Вот такая получилась сборка. Если делать скидку на нынешнюю ситуацию на рынке железа, то она весьма сбалансирована и имеет запас на будущее в виде разгона и апгрейда. Если в скором будущем ситуация с ценами на видеокарты наладится, то сюда даже можно будет поставить что-нибудь помощнее. А на этом у меня сегодня все. Как вам получившиеся сборки? Делитесь своими мыслями в комментариях. Если ролик вам понравился, то поддержите канал лайком, подпиской и не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Еще раз напоминаю, что ссылки на все железки из сборок вы сможете найти в описании. Всем удачи!